Школьники, студенты, педагоги и воспитатели, которые несколько месяцев разрабатывали проекты для участия в муниципальном конкурсе «Мой город – моя инициатива», вышли на финишную прямую. Осталось привести документацию в порядок, чтобы на форуме в «Березке» достойно представить свой проект. По причине того, что сейчас в каждом кусочке им помогает определенный эксперт, у них будет полностью вычищенный проект, который в дальнейшем они сдадут на экспертную оценку на самом форуме. Шесть специалистов из администрации города и молодежных организаций подробно рассказывали участникам, что и как нужно поправить, где дополнить. Эксперты тщательно оценивали оформление, планирование и многие другие нюансы, которые могут повлиять на реализацию проекта в жизни. Не менее важный бюджет, но то, что, как правило, всегда забывают прописать в идеях, потому что ребята молодые, они пока еще не понимают, что где стоит и как это необходимо предоставлять. Молодые люди подготовили проекты различной социальной направленности. Провели соцопросы и выявили потребность горожан в развитии именно этих направлений. Дмитрий Сегин со своей командой считает, что больше внимания надо уделять военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Наш проект называется «Путь к победе». Цель нашего проекта – это объединение военно-исторических спортивных клубов нашего города. Разрабатывая проект, команда Центра внешкольной работы не подозревала, что на пути реализации социальной инициативы может стать малейшая ошибка в оформлении проекта. И такая предстартовая встреча с экспертами оказалась очень нужной для молодых людей. Конечно, это мероприятие полезно. Оно помогает нам выявить некоторые недочеты, может, какие-то ошибки в проекте. И специалисты нам подскажут, что может изменить, подредактировать. Изучив проекты, специалисты Департамента по делам молодежи и спорта пригласят на форум «Время выбрал нас» именно тех экспертов, которые могут помочь молодым людям в реализации социально значимых инициатив. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.